Новое уличное освещение, площадку для городских праздников и дополнительные зоны отдыха оборудуют на набережной Нижнешайтанского пруда. Ее закрывают на реконструкцию. Излюбленное место досуга первоуральцев уже оградили предупреждающей лентой, а представители подрядной организации завозят строительные материалы. Подробности далее в сюжете. Современный вибропрессованный материал, так называемый бехотон, здесь выложат в виде елочки, тротуарная плитка трех цветов – серого, красного и желтого. Укладывать ее будут на старые плиты. Новые кирпичики имеют шероховатую, нескользкую структуру, выдерживают большие нагрузки и перепады температур. Дождь им также не страшен. Погода не влияет на устройство бехотона, можно ложить любую погоду. Единственное, даже свои плюсы, потому что дополнительно нужно будет проливать основание, чтобы оно поднялось до оптимальной плотности. Поэтому только плюс будет, если будут дождите. Новый тротуар покроет 7 тысяч квадратных метров набережной. Три из них уйдут на оборудование специальной площадки для городских мероприятий. Она будет расположена ближе к улице Береговой. Оставшиеся четыре – на дорожке для прогулок горожан. Также на территории установят новые бордюры и смонтируют современные фонари. Электрический кабель проведут под землей. Будут подсвечены все зоны отдыха горожан, будут установлены новые скамейки. Также мы отремонтируем подходы к лестничным спускам. Обязательно предусмотрим мероприятия, которые предусматривает программа «Доступная среда для инвалидов». Ну и, соответственно, сделаем немножечко иной рельеф набережной. Горожане к закрытию набережной на реконструкцию относятся с пониманием. Хоть и привыкли прогуливаться здесь ежедневно. Даже предложили свои варианты благоустройства. «Лежаночки можно, лежаки. Вот как в парке, например. Тоже можно такое. Только, наверное, это будет сильно все занято, но тем не менее. Ну и газончики такие, чтобы были и травка. Ну, набережную можно как-то песочком обустроить. И чтобы для детей что-то было». «Если покрытие новое, с коляской, удобнее будет ездить. Потому что здесь по этим плитам не очень удобно сейчас ездить. Ну а так, в целом, и так хорошо здесь». «Тоже отлично. Все равно что-то сидим, делаем тут, чтобы больше народу приходило сюда. Все равно сейчас народу я не вижу, чтобы много собиралось. А после реконструкции, мне кажется, больше народу собираться будет». «Это очень хорошо, что будет круто, что колоссальная реконструкция для людей, для молодежи, для молодых мамских». Благоустройство набережной пройдет в два этапа. Освещение, тротуары, лестничные марши отремонтируют до 1 октября. Эта реконструкция муниципальному бюджету обойдется в 14 миллионов рублей. Второй этап начнется поздней осенью. Здесь появится велосипедная дорожка, площадка для скейтбордистов, роллеров и дополнительная для скандинавской ходьбы. Спортивные объекты профинансируют из областного бюджета в сумме 5 миллионов рублей. «И также мы предусматриваем, что набережной необходимы новые архитектурные формы. Соответственно, мы будем рассматривать как и водную часть, так и непосредственно прибрежную». Уже завтрашнего дня набережная будет закрыта. Представители администрации настоятельно просят горожан не посещать ее для своей же безопасности. Здесь будет работать большегрузная техника. На территории проведут мощные линии электропередач. Елена Беляева, Денис Хромцов, Хроника дня. Редактор субтитров А.Семкин